друзья вы вновь на канале сказы сибирского шамана сегодня я хочу с вами поделиться очень интересным и простым рецептом закуски я ее назвал закуска для веганов или веганская закуска но это веганская закуска очень легко превращается в обычную закуску для тех кто любит рыбу мясо птицу и подобные продукты в чем вот уникальность этого рецепта вы можете использовать абсолютно любой набор специй любой набор допустим там вот ингредиентов для того чтобы ее приготовить что нам понадобится нам понадобится прежде всего сметана желательно как можно более натуральная нам понадобится растительное масло любое растительное масло я вот сейчас использую подсолнечное можно можно льняное кунжутное горчичное оливковое какое вам по вкусу значит будем использовать уксус очень яблочный уксус можно использовать и любой другой допустим вот я использую уксус бальзамический винный есть по моему просто бальзамический но вот этот самый вкусный вариант бальзамический винный уксус горчицу я делаю сам горчица это просто банка от другого продукта я беру порошок горчицы в магазине лучше всего выбирать горчицу такой темного цвета есть желтоватого цвета есть коричневатого коричневатого она более вкусная желтоватая лично мне не очень нравится значит используем соль я использую морскую соль можно использовать обычную поваренную мне больше нравится морская мелкого помола еще ее можно уменьшить сказать размер зерен если подолбить в ступке ну и также нам понадобится набор специй вот я использую специи приправы они на мой вкус они самые натуральные меня не больше нравится корицу можно использовать перец черный паприку имбирь сухой сумах сумах это вместо уксуса можно использовать сумах это эти вот ягоды размолотые сумах они дают кислую такую вот среду перец красный жгучий или там каенский перец перец чили или вот допустим смесь специй хмыли сунели опять же она бывает разная я брал другую хмули сунели мне больше нравится вот это вот я считаю это более аутентичный вкус здесь составе смотрите что у них значит кориандр молотый зелень сушеный укроп петрушка чайбер мята сунели базилик майоран фену грек куркума соль перец красный молотый чеснок сушеный то есть можно вот как бы часть ингредиентов не использует потому что они есть хмыли сунели можете использовать допустим приправа карри ну мне как бы не очень нравится это очень сильно корицу можно использовать то есть удобство этого рецепта в том перец черный молотый в том что вы можете использовать любые специи на ваш вкус какие вам больше нравится ну и нам понадобится какая-то зелень вот у меня в этой тарелке лук салатный очень нежный салат вот так красненький салат зелененький салат разные виды салаты руккола руккола очень вкусный салат барага огуречная трава она заменяет огурцы пока они не наросли у меня на грядке у нее огуречный вкус и вот небольшие листья вот такие их можно есть просто более крупные они грубые шершавые таскать не очень приятно будет вот можно использовать тархун вот тархун вот еще один вид салата такой вот то есть все съедобные травы укроп суда петрушка у меня пока они не выросли их посеял но пока еще нету любые съедобные травы какие опять же вам по вкусу берете для этого рецепта но это чуть позже скажу сейчас делаем сначала соус соус надо сказать универсальный вообще ну часто вы вот для блюд разных нужен соус желательно соус сделать без муки потому что соус с мукой ну это такой тяжелый вариант соуса и вес может у человека повышаться ну и как бы мука сами понимаете продукт такой вот а вот этот соус который сейчас я научила сделать этот соус он без муки сметана масло уксус горчица можно без горчица чеснок можно добавить специи он очень легкий для нашего организма для желудка для кишечника то есть когда ты вкушаешь этот соус с продуктами во первых новый вкус знаете допустим у нас разнообразие продуктов небольшое в россии и вот такие такой соус и специи позволяют немножко изменить вкус и получается новый вкус а новый вкус это всегда особенно как-то приятно воспринимать и когда блюдо с новым вкусом она ну питает больше чем на вкус который уже повторялся множество множество раз проводят соус можно использовать для каш для рыбы для птицы для по сути дела ну для любого блюда для макарон там лапши этих макаронных изделий это придаст очень такой пикантный яркий вкус я думаю вам очень понравится раз жизни хотя бы надо попробовать этот соус сделать и употребить его так как можно и так начнем готовить соус пока отложим берем нашу сметану я беру 15 процентную сметану сметану добавить столовую ложку растительного масла ну и чайную ложку бальзамического уксуса больше меньше это на ваш вкус опять же так добавляем соли соли я беру ну где-то одну третью чайной ложки не больше так еще надо добавить сахара сейчас я принесу сахар и добавим сахара и добавляем чайную ложку сахара можно с медом попробовать я еще с медом не пробовал я думаю тоже будет хорошо так сюда я еще добавлю паприку паприки можно одну третью чайной ложки через повторю что удобство этого рецепта в том что вы можете добавить любые специи какие вам по вкусу еще и добавлю любви тоже где-то одну третью чайной ложки может сделать горчицы можно без горчицы более такой будет более острой но он еще вкуснее получается с горчицей чем у тебя горчицы поэтому я доволю горчицу берем чайную ложку горчицы и добавляем сюда когда вы готовите горчицу самая вкусная горчица в первые вот несколько дней и сразу ну как вот она там утром и изготовил вечером она готова или допустим вечером готовил утром у вас готовая горчица вот и все это все что мы сюда положили сметану нужно хорошенько перемешать этот соус универсальный я пробовал добавлять в разные блюда и удивительный просто вкус получается передать его сожалению не смогу попробуйте сами сделать сбиваем хорошо содержимое все и наш соус готов полезный здоровый без муки теперь наступает вторая фаза этого этой закуски мы берем все наши травы и укладываем друг на дружку листья барага салаты разные вот тут этот салат с горчинкой портулак можно сюда базилик я даже клал листья шалфея и выращивал шалфей на грядке но не очень мелкие семена я его сначала садил стаканчики а потом этих стаканчиков и перекладывал фенхель сюда пойдет круче любые травы пойдут сюда можно положить вот огурец нарезанный соломкой томат допустим мясо птицы обычное мясо рыбу вот а потом берем все это так еще у позу лук потом все это заворачиваем в рулончик вот он у вас рулончик внутрь рулончика вы можете положить что угодно если вы веган и ваш принцип нет мясо там рыбу вы просто ограничитесь вот этим вот рулончиком из трав он очень питательным и опять же годится для любых блюд это закуска она очень дает сытность и сильно изменяет вкус блюд в хорошую сторону сочетание соусом это вообще волшебно просто волшебно берем опускаем наш рулончик приготовленный соус и кушаем это совершенно фантастический божественный вкус просто невообразимо это невообразимо вкусно невообразимо полезно это так просто и так удобно любую комбинацию можете составлять из трав и всех этих ингредиентов у вас будет постоянно новый вкус вкус как вот в калейдоскопе ничего не повторяется также здесь вы можете обеспечить очень большое разнообразие ощущение после вот вкушения зелени салатом в желудке в кишечнике настолько хорошо ну просто можно блаженствовать любой человек стремится к блаженству готовьте этот соус эту закуску добавляйте этот соус блюдом и блаженствуйте будьте здоровы силам и творческих открытий вот сфере кулинарии до встречи друзья приходите на канал я еще буду выкладывать разные рецепты вот буду делиться тем что проверено на себе самому если я помещаю рецепты здесь на своем канале то только то что я сам проверил только то что действительно полезно и приносит хорошие плоды до встречи на канале сказы сибирского шамана и и и и и Продолжение следует...